Женская команда гонбольного клуба «Гомель» в этом сезоне осталась без Еврокубка. В дружина Тома Жачаттера по сумме двух матчей уступила норвежскому Бьёссену. После гостевого поражения в Норвегии перед гомельчанками стояла задача отыграть отставание в четыре мяча. И наши девушки в первом тайме ответной игры, которая проходила в Жлобинском центре Олимпийского резерва, шли к этой цели. И в атаке, и в защите у хозяек площадки проблем не возникало. Как итог, к истечению стартовых 30 минут матча. На табло горели цифры 14-12 в пользу «Гомеля». Перерыв тренерский штаб Бьёссена провел весьма эффективно. Подкорректировав свою игру, норвежки на старте второго тайма организовали рывок 6-1. И вот уже «Гомель» в роли догоняющего 15-18. Оправиться от этого удара у команды Тома Жачаттера так и не получилось. В атаке у хозяек ровным счетом ничего не клеилось. Противопоставить строгой защите норвежек. И тащившие буквально все, в том числе и 7-метровые Тоньи Лерстад. В воротах гомельчанкам было нечего. В итоге Бьёссен победил 27-22 и получил путевку в групповой раунд Кубка ЕГФ. А для «Гомеля» еврокубковый сезон подошел к концу. В первом тайме дрожали, в первом тайме было много ошиб, но все дно, в преривом я им сказал, что хорошо надо держать, в час надо потихоньку увеличивать наш шорт. Но получилось наоборот. Просто наши лидеры, левый и правый полосредний, просто затормозились, не знаем, и в голове, и боялись вообще посмотреть на ворот, на ворот, а кому ли еще бросать. И, конечно, 7 метров нас забили. Не смог пробиться в групповой этап Кубка ЕГФ и столичный БНТУ БелАЗ после домашней победы над датским Рандерсом 23-22. Менчанки в ответ на игре на выезде уступили 23-26 и также в этом сезоне остались без еврокубков.